Музыка Я обещаю сохранение качеств достаточное. Так, у косточковых культур. Здесь много чудес у косточковых культур. Вот как у меня получилось. Вот это вот Амур, вот это вот Амур. А между ними Серафим. Вы знаете, что случилось? Когда? А это точно стопроцентный Серафим. Ну, мои дети, я знаю. Вот. Так вот, когда однажды случилось такое, это самое, ну, ладно, а то подумайте, что сходу придумываю. Видели? Серафим. И вдруг у него плоды оказались, у меня фотографии есть, розовые. Не красные, как я привык, не желтые, как я привык, и не оранжевые, как я привык, а розовые. Понимаете? Как это случилось? А я не знаю. А это какой-то гибрид, но гибрид какой-то воздушный. Помните, я шутяк, новый термин ввел. Есть термин официальный, ветровое опыление. А я придумал термин под названием «ветром надуло». Ветром надуло. И вот так ветром надуло, что сейчас я вот эти веточки отрежу. Вот одна, вторая, третья. Их немного, четыре. Ну-ка еще там, вон пятая. Вон шестая, да. Вот эти шесть веточек. А я цены поднял до двухсот рублей. Если смотреть, что, допустим, чистый Амур, стоит ли ветка сто рублей, когда с него получатся две, три, четыре прививки? Кто-то считает, стоит, я считаю. В предыдущем фильме я женщине говорил, что по моему совету она купила один роскошный саженец, это Фаину, а второй купил Амур. Я и сказал, что Амур для меня это Жигуль первой модели. Вот. А рядом пусть растет Фаина, а это уже Мерседес. Ну, кто-то меня поймет. Особенно любители автопрома. И вот всему я это говорю. Кстати, сад не поливался много лет. Не верите? Вот доказательства. Уже все краны поснимали для других дел. Все. Никакого полива, ни опрыскивания, ни удобрения, ничего. Вот оно удобрение, ребята. Вот оно. Я все время отвлекаюсь. Вот. Весной Здесь будет сплошь чистая земля. Все это уйдет этим. Все это уйдет червям. Вот. Ну, что теперь делать с этим серафимом? Как его назвать? Розовый. Серафим розовый. Но ведь был один урожай. Что будет дальше? Допустим, у меня Фаина. У меня есть фотография. Роскошнейшая фотография. Невиданной, неслыханной красоты. И вот будет вебинар еще, если не забуду, покажу уже на чужих сайтах Фаина. Уже эта фотография везде. То есть она так привлекает наивных, доверчивых покупателей. Прошло 10 лет. И Фаина стала белая. После той невиданной красоты. Вот. Желто-красной. Она стала белая. И я вот сейчас пока еще не кончусь. Ну, пусть у меня сумбурный разговор. Ну, я-то как тот этот хакас. Все вижу, а там пою. Вот он увидел я шесть феточек под названием Серафим розовый. Допустим. Кто-то сказал, а мне вот именно Серафим розовый. А не просто Серафим. Серафим, кстати, красно-желтый. Он когда-то был чисто красный, а потом начал желтеть. Ну, видимо, по двое. Поколение за поколение. Вот. Он возьмет, купит у меня эту веточку за 200 рублей. Кстати, я бы ее, Тимиревская академия, продал бы за 2 тысячи долларов. Вот. И она бы того стоила. Почему? Дальше идет расщепление свойств. Здесь у меня фаина за 10 лет на собственном дереве, не потеряв крупности, изменилась страшно. А ее потомки уже в виде амитативных гибридов, то есть прививок, выросли другие деревья. На одном красное, на другом желтое, на третьем оранжевое. И чуть-чуть даже помельче. Уже не 80-90 грамм. Самые крупные более 100 грамм. Вот. И что получается? Как мне быть, если вдруг эти качества временные, розовая Серафим, вот он, я хожу, потому что я не могу стоять на одном месте, вот он, розовый Серафим, станет каким-то другим. Вы меня убьете. А, барьеру Железова обманул. Вот. В этом году по всей округе, в чем я никого не подвел, вот, по всей округе, десяток, ну, я же не могу всех, 10, 20, тридцать деревьев, которые когда-то выросли вот в этом питомнике. Вот, вот он питомник. Так. Дали по 20, 30, 40 ведра уже в чужих садах. А теперь представим себе саженец. Какие дорогие саженцы. Вот кто-то продает за 150 рублей. Ну, купил за 150 рублей. На кусочки его разрубил. И печку. Хоть 5 калорий даст. И из этих 150 рублей калорий даст, ну, хотя бы на 3 рубля. Уже польза. Уже не 150 выкинуто. Выкинуто 147. Вот. И на дешевке нельзя соблазняться. Вот. Ну, и крупность. Большая цена. Это еще не гарантия, что у вас будут нормальные деревья. Вот. И вот этот вот, последний, а то когда-то скучится. Вот этот вот товарищ, я не стал его показывать. Ну, так получилось, что дальше снимать. Ну, по даты, как же второе слово, мат. Вот. Сотрую эту пленку. Так. И вот у него, ну, 50 видов, конечно, загнул. У меня был случай уникальный. Я снимал в фильме. Но так обидно было, когда Ольга, она еще жива-здорова, продавщица магазина нашего сельского, купила 7 лет назад у меня привитый абрикос. И когда она мне пришла там покупать чего-то, хлеба, она мне сказала, что в этом году урожай был 30 ведер. Я говорю, ты что, издеваешься? У меня такого не было никогда. Била себя в грудь, клялась, там, крестилась. Вот. Крестным знаменем себя это. Как обидно было, что я этого не знал и во время плодоношения не сделал фотографии. 7 лет 30 ведер. Да, не каждый год такое бывает. Не каждый. Ну и на этом, наверное, закончим. Еще раз хочу сказать. Где-то немножко похоже на лотерею. Не каждый год плодоносит. Не каждый. И меняет даже цвет, меняет крупность. Вот пример с Серафимом. Стал розовый. Надолго ли? Ну а теперь подумайте, хотите быть волшебниками или нет. Сейчас уехали гости с Минусинска. Так, у них осваивают новый участок. 40 соток официально и 60 неофициально. Вот. Аппетит огромный. Вот. Женщина интервью брал. Наверное, вы сейчас это увидели или увидите. Вот интервью с ней, с дамой. А муж ее оказывается. Биолог. Я чуть не тянулся обниматься с ним. А оказалось, что он биолог лесовод. Или хатовод, или лесовод. Я уже забыл. Вот. Но биолог книги купил у меня. Вот. Вторую книгу за 600 рублей записки зачарованного северского садовода. И третью книгу. Вот. Тайны, тайны, тайны садоводства для избранных судьбой. Для биолога это благодатный материал. Он, наверное, мог бы воспользоваться и чем-то таким. Не вот этим вот, а брошюре я ему подарил вот такую. Вот. Мог бы и воспользоваться он, наверное, и официальной литературой. Я ему сказал, или эти книги, или у вас никогда не будет сада. Вот так вот. И это правда. Ни в одном местосике нет, что надо отметить корневую шейку. Отметить, где север-юг. При посадке это самое, отрезать хотя бы половину крона. Вот сейчас поедут, они в машине-то там пачкается все это. Вот. Чуть-чуть подрезали, дорежут сам. Если пожалеет дорезать, значит саженцы будут плохого качества расти. Вот. А потом больные саженцы нашли врагов. Грибы, грибы, грибы. Сотни миллионов тонн по всей планете. А это ненужная работа по не только уничтожению всего живого вокруг, а то якобы вредных насекомых. Не только для этого, но это уничтожение грибов, уничтожение ценных грибов. Подчеркиваю, грибы нам не враги, не соперники. Это уничтожение самых ценных насекомых, муравьев. Я не оговорился, когда-то вы мне поверите. Это уничтожение всех этих самых бактерий. Вот. Червей, жалко особенно червей. Выгребают все. Я вчера тоже фильм снимал, может видели его. Там был огромный дым, вот через три эти огромные клубы дыма, там сжигали траву. Отучить не могу. Не могу. Так же, как предупреждал я этого нашего хуторянина, вот, с их всего части меня сотру, сильно много больных слов, вот, и как он меня поплакался, говорит, Константин, если ты сказал, не трошь эти самые ветки, а я взял, обрезал, а ты мне сказал, пальцы обрежешь. Вот. Вот такая горькая правда. Ну, все, друзья, вольный перевод на язык, то, что я видел в саду. Давайте пока. И никак не получается мне остановиться. Фильмы сами получаются. Я не виноват. Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор Корректор Корректор